Если ваш Новый год проходит на даче, советую вам приготовить замечательные блюда на гриле. Сегодня я вам покажу, как мы будем готовить котлету натуральную из баранины с баклажанами на гриле по авторским рецептам. Чтобы блюдо из баранины получилось по-настоящему аппетитным и вкусным, важно, во-первых, выбрать подходящий кусок качественного мяса, во-вторых, правильно приготовить, подчеркнув его специфический вкус и аромат. Мы закупаем баранину в идеальном, с точки зрения кулинарии, возрасте от 12 до 18 месяцев. На нашем заводе специалисты заранее удалили пленочки, удалили лишний жир и нарезали на кусочки. Осталось только замариновать. Для маринада нам потребуется чеснок, морская соль, черный перец, наш вкусный наршарап, чуть-чуть соевого соуса и горчицы, чтобы блюдо получилось мягким, ароматным и вкусным. Баранину мы нарезаем по два ребрышка, чтобы она у нас быстро промариновалась, быстро пожарилась и была сочная и мягкая. Пока баранину мы отложим, займемся маринадом. Для маринада нам потребуется один зубчик чеснока. Я его раздавливаю, чтобы его было легче нарезать и раскрыть весь аромат его масел. Добавляем в мисочку. Сюда же мы добавляем крымскую соль, буквально чуть-чуть, потому что у нас также есть соленые соуса. Ложку русской горчицы, соусных наршарап, соевый соус, чуть-чуть масла и буквально для аромата черный молотый перец. И все это хорошо перемешиваем, чтобы горчица разошлась в маринаде и смешалась с остальными продуктами. У нас с вами должен получиться густой соус. Это и будет наш маринад для баранина. Маринад размешиваем, делаем его по своему вкусу. Но если вы привыкли четкие гадации по соусу, то совет это чайная ложка горчицы, чайная ложка соуса наршараба, чайная ложка соевого соуса, столовая ложка растительного масла, соль и перец по вкусу. Баранину маринуем, желательно в металлической чаше. Кладем ее косточками вверх, чтобы было удобнее перемешивать и за них браться. Добавляем сюда наш маринад. Перемешиваем и оставляем мариноваться буквально на 2 часа. За это время мы как раз разожгем мангал и подготовим еще и баклажаны. Когда мы маринуем мясо, на 2 часа его оставить вне холодильника, чтобы мясо промариновалось и не было полностью холодным. На мангал его будем класть чуть-чуть теплым. Замаринуем баклажанчики. Сейчас я вам покажу очень интересный способ приготовления и маринования баклажанов. Баклажанчик нам надо разрезать пополам вдоль и маленьким ножом сделать насечки крест-накрест по диагонали, почти прорезая до конца. Расстояние между нашими прорезями 1,5-2 см. Делаем надрезы и делаем сетку. Так делаем со всеми баклажанами. Сетка нужна для того, чтобы наши специи и масло проникло полностью в баклажан. И во время приготовления он стал мягким и полностью пропитался нашим вкусом, который мы сейчас туда и добавим. Добавляем сверху соль, можжевеловая ягода, которая также идет очень хорошо и к овощам, и к мясу. Специи можно не жалеть. Они у нас без соли и очень ароматные. Во время приготовления они у нас, конечно, чуть-чуть сгорят и могут осыпаться. Из-за этого здесь их мы добавляем в хорошем количестве. Кавказская приправа. Идеальная для баклажанов. После этого вотрите специи в баклажан, чтобы они проникли в наши надрезы. Добавляем масло. Масло тоже не жалеем, так как баклажан очень любит масло. И впитывает его достаточно много. Слегка приотройте, раздвиньте баклажан, чтобы масло туда проникло полностью и пропитало весь баклажан. Достаточно оставить на полчаса и можно переходить к мангалу. Но вот мы и у мангала. Наши угли уже готовы и мы начинаем жарить. Сначала мы выложим с вами баклажаны, потому что баклажаны будут готовиться дольше, чем наш замаринованный барашек. Баклажаны лучше выкладывать кожей вверх, чтобы начала пропекаться мякоть баклажана. Выбирать лучше решетку, потому что на решетке наше мясо будет прожариваться намного лучше и перевернуть подготовленный с одной стороны барашек будет намного удобнее. Чем это делать в нашем баклажане? Времени на жарку у нас уйдет с вами буквально 15 минут. Потому что блюдо замариновано и приготовится моментально. Так как мы готовим на морозе, время переворота лучше слегка подглядеть и посмотреть, не пора ли нам переворачивать. Переворот потребуется буквально один, максимум два раза. И как только мы видим, что у нас колер образовался и также на нашем мясе, мы начинаем переворачивать аккуратненько все это щипчиками. Посмотрите, как открываются баклажанчики. Это и есть фишка данного рецепта. Очень удобно есть и очень вкусно. Барашек уже почти готов, ему осталось буквально чуть-чуть. Совет в конце жарки барашка положить на косточку, потому что там самое толстое мясо и самое толстое основание косточки. Вот ее-то и надо нам в конце допрожарить. Но главное не передержать, иначе там это все подгорит. Наше блюдо, барашек с баклажанами, готов. Начинаем выкладывать на тарелку. И чтобы донести до новогоднего стола блюдо, воспользуемся фольгой. Запах, который сейчас сводит с ума, понравится всем нашим гостям. Накрывать лучше блестящей стороной, потому что блестящая сторона фольги, она тепло отражает. И наше блюдо будет намного дольше горячим на столе, пока мы его донесем. На тарелку выкладываем наш запеченный баклажан, баранину. И можно добавить кетчуп неаполитанский. Будет очень вкусно. Давайте попробуем, что у нас получилось. Нежнейшее и вкусно. Приятного аппетита!